Итак, друзья, Microsoft может отказаться от Windows 11 в пользу Windows 12, поскольку продажи операционной системы остановились. Ну, давайте вспомним. В 2009-м выходит Windows 7, дальше Windows 8, 8.1 — это 2012-2013 год, и, соответственно, через три года после выхода Windows 12 в 2015 году, точнее, или через два года после выпуска Windows 8.1, выходит Windows 15. Так вот, друзья, следующая Windows 11 выходит в 2021 году, то есть прошло шесть лет, значит, после выхода Windows 10 и выходит Windows 11, которая оказалась, ну, по продажам всё-таки очень слабой, очень. Вот, допустим, сейчас Windows 10, компьютер на Windows 10, это, если учитывать данные, стат-каунтер, на Windows 10 сейчас в мире на компьютер 71,6% компьютеров установлено, значит, на 71,6% компьютеров установлено Windows 10, а вот Windows 11 во всём мире 23,6%. В России так и ещё хуже. Тут уже Windows 11 конкурирует с Windows 7 и проигрывает, потому что, значит, у Windows 7 у нас в России 12,44% компьютеров, а вот с Windows 8 всего лишь 8,24%. То есть Windows 11 везде проигрывает, ещё тут играет и роль Linux, потому что у Linux аж целых 3%, вот, и этот рост постоянно увеличивается, особенно в России, понятно, почему. Значит, друзья, так что компания Microsoft планирует выпуск Windows 12 в 2024 году, пока предположительно, и, значит, ну, все, ну, как бы, рассуждают, а почему так случилось, да? Почему так случилось, что Windows 12 стало непопулярным? Да, всё очень-очень-очень-очень феноменально просто, потому что вот эти вот требования странные, допустим, процессор должен быть выпущен в 2018 году, либо новее, вот, то есть, если процессор старше, ну, скажем, Ryzen 7 1700, да, то уже всё, он будет официально не поддерживаться. Ну, и, соответственно, всё старое железо, соответствующее по такой же логике, оно не подходит под Windows 11. Соответственно, и такой маленький процент, особенно в России, огромное количество, ну, так я понимаю, кащетек компании Microsoft старого железа, и, соответственно, из-за этого вот так вот. Ну, и, по слухам, сейчас компания Microsoft забывает про Windows 11, поднять её так и не удалось, и переключается на Windows 12, только потому, что вот уже пришло время, будет в 2024 три года, а я напоминаю, три года между Windows 8.1 и Windows 2015, о прошлом Windows 10, вышедшем в 2015 году, вот, и шесть лет между Windows 10 и Windows 11, не знаю, всё-таки пришло время что-то менять. Я надеюсь, что компания Microsoft не будет ограничивать системными требованиями свою операционную систему, и она получит действительно хорошее, нормальное распространение. Друзья, так что вот так вот ждём в 2024 году, а он уже совсем скоро наступит, нашу новую замечательную Windows 12, вот, которая, кстати, получит поддержку искусственного интеллекта, интеграцию ИИ, приведёт к революционному изменению, и популярность её просто взлетит в небеса. Друзья, вот, собственно, и всё. Вот такая вот логика, вот такие вот новости. Ссылка на новость будет в описании. Напишите, на какой операционной системе сидите вы. Всё, добр, всем пока, до свидания.